Мы продолжим. Вот если не кризис, то уж точно масштабный сбой произошел на этой неделе в Верховной Раде. От угроз депутаты перешли к демаршам, но потом все-таки смогли вернуться в обычное для себя русло и продолжили торговаться. О чем торгуются, знает Екатерина Лысенко. Начались обещания, закончили шантажом и угрозами. Намеревались убрать даже скандальную поправку из закона об антикоррупционном суде, но работа полностью застопорилась на центр избиркоме. Я месяц тому на консультациях с главным фракцией сказал, что я могу ждать до первого липня, чтобы главы фракции между собой узгодили. Если до первого липня консультации не будут завершены, мне придется вносить в порядок данной сессии, поскольку ЦВК должен быть создан. Но за первую половину недели договориться не смогли. В четверг пришлось требовать. Мы сейчас всей фракцией полягаем на то, чтобы Парубий поставил центральную выборчую комиссию, оновление этого склада. Мы не понимаем, что происходит. Спикер парламенту тянет. Кандидаты в ЦИК с 10 утра сидели в зале, ждали решения своей судьбы. Но депутатам было не до них. Решение опять затягивалось. Это означает, что у больших фракций договоренности нет, они не готовы голосовать. Главное противоречие кандидатов больше, чем мест. 14 человек и 13 вакансий. Коалиция попыталась провести решение за счет оппозиции. Там протестовали. Когда из фракции 147 депутатов БПП 6 представителей президентской фракции, 2 сателетов группы «Воля народа» и «Водорожня», 2 также афилированы с президентом. То есть большинство сформировано под президента в этом коллегиальном органе, который должен быть независимым, то это шлях до конфликта. Но во фракциях власти забеспокоились. Свои места сокращать не захотели. 14 кандидатов на 13 посад, при том, что решения профильного комитета, что все подходят. Скажите, пожалуйста, кто из них лишний? Поэтому я считаю, что эту авантюру мы не можем сегодня начать. Мы за то, чтобы изменить склад ЦВК. Но мы категорично против того, чтобы новый склад ЦВК, 10 из 15 новых членов, были контролированы президентом Порошенко. Потому что нужно идти честно победить, а не фальсифицировать выборы. А для того, чтобы честно победить, нужно восстановить порядок в стране и поднимать людям доходы, зарплаты, чтобы тебя люди поддерживали. В принципе, интрига в чем? Президент ведет свою ЦВК, полностью зависит от себя, полностью контрольная, которая готова выполнять любые предложения президента по фальсификации. Там будет большинство. И поэтому наше завдание – это честные выборы без фальсификации, новый курс Украины, экономический, социальный новый курс, новая стратегия мира. Все эти обвинения в БПП отвергают. Говорят, список есть, значит, надо голосовать. А если нет, то и смысла в зале оставаться не видят. Фракция прекращает работу сегодня до дополнительных консультаций. Перерыв в работе получился красноречивым. В кулуарах уже какие только угрозы не обсуждали. Даже распуск парламента. Это слово «кризис» звучало повсюду. Накал страстей был таким высоким, что депутаты демонстративно собрали голоса за первое попавшееся решение и без самой большой фракции БПП. 240 за решение принято. Одна фракция, партия покинула, парламент остался работать. Незваживая на торги, недомовленности, какие-то игры, парламент будет действительным. Это все резко контрастировало с ситуацией возле парламента. Там продолжался протест шахтеров. Требовали погасить долги по зарплате, но для переговорщиков всего этого как будто и не существовало. Будем чітко делать все для того, чтобы наступного тижня страна получила новую центральную выборную комиссию. Была бы кризис в коалиции, были бы гучнейшие заявы, поверьте мне. В данном случае есть выстояние тех или иных позиций. Можливо, заэмоционально, но не смертельно. До второго голосования не будет, а в второго, я думаю, что они або договорятся, або мы дальше будем в таком неподвиженном состоянии. Еще одно решение, которое было скандальным, разделило зал и не прошло законопроекта вне судебной блокировки сайтов. Якобы борьба с пропагандой. Его называют о цензуре в интернете, вызвал шквал эмоций и провалился в четверг. Или в каком-то районном центре может закрыть сайт, так как «Украинская правда», там, или «Цензорнет», або сайт подробностей. Зал не поддержал внесение этого проекта в повестку дня, но за проголосовали аж 158 депутатов. И БПП, и фронтовики, и радикалы Ляшко. Так что потенциал для возврата к этому решению все-таки остается, к сожалению.